Исправительная колония номер 3 расположена на окраине Читы. Здесь же находится питомник для безнадзорных животных. Отлов и доставка до учреждения осуществляются с помощью подразделения государственной ветеринарной службы. Когда животные попадают в питомник, составляются необходимые документы, ведется журнал регистрации. На данный момент в исправительных учреждениях по Забайкальскому краю содержится 262 собаки и 26 кошек, за которыми ухаживают 6 осужденных. Сегодня в колонию номер 3 приехали не только представители средств массовой информации и волонтеры, но и трудные подростки. Самое главное – это, во-первых, открытость, показать, что у нас имеется в арсенале, как мы работаем. Вообще мы государь и люди, поэтому открыты для средств массовой информации. И чем больше будут люди видеть нас, знать о нашей работе, тем меньше будет домыслов и вопросов. Мокрые носы, преданные глаза, заливистый лай щенков и мурлыканье котят могут растопить сердце любого. Многие из ребят – несовершеннолетние, состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции. Но вид животных заставляют улыбнуться даже тех, у кого за плечами очень грустные истории. Люди, желающие взять животное в заботливые руки, могут обратиться в исправительное учреждение. Будет заключен договор и новый член семьи отправится домой вместе с ними. За первое полугодие 2018-го забрали уже 300 животных. К животным я отношусь хорошо, я их люблю. У меня дома самой собака, я за ней ухаживаю. Я еще люблю кошек, у меня кошка у бабушки. Только я к бабушке живу редко, и кошку, можно сказать, почти не вижу. Она потому что у нас уличная, живет как бы, ну, это и дома, и на улице. После того, как ребята погладили и вдоволь наигрались с питомцами приюта, им показали собак-профессионалов, специально натренированных на поиск наркотических и взрывчатых веществ. По словам кинологов, животные не агрессивны, любят ласку и заботу, но у них есть своя работа – искать преступника. Нападать в случае угрозы, чуять опасность, поэтому шутить с ними не стоит. Псы свой долг перед государством выполняют на совесть, поэтому заслуживают спокойный быт, заботу и уважение. Ласка и игры – их самое любимое занятие, независимо от породы или ее отсутствия. Также и для людей терапия добром способна стать настоящим спасением.